Ребят, привет всем огромный! На видео Самвела Адамяна я говорю всегда свою привычную фразу. Делаем первый наш с вами обзор. Мамка попалась, такое, кажется, название было заявлено у Самвела. На планетной здесь квартире у Васильевны разворачиваются события. Барышня, как всегда, дрыхнуть. Ноги задрала, телек вырыщить, мамка сплять. Ну и Самвел пришел после длинного трудового дня, был занят, говорит, в 7 часов утра вышел из квартиры. И вот в 7 вечера, да, на улице темно, только-только он у матери. А когда еще в АТБ зайти, продукты купить, домой прийти и видео записать. В общем, ребята, тоже я вам хочу сказать, как бы человек не гуляет. Сытник, кокочка, учись у пахаря. Он, как копеечку, зарабляет, для тебя старается. Говорит, сейчас проверю, какой сахар, потому что спрашивал Васильевну. 10 там и с хвостиком, 10 трошки больше. Ну, проверяет, ребята, сахар 16,4 и был позавчера, как озвучил Самвел, 17,2. Но это, конечно, трешак полный. Бабуся врет, сама врет, не понимая того, что ты никому не сделаешь хуже, кроме как самой себе. Кого ты стараешься обмануть? Зрители себе послушали, пальцем у виска покрутили, кто не ленивый, там, комик какой-то написал и забыли о тебе. Это твоя жизнь, и ты должна как-то заботиться о своем здоровье, если, конечно же, хочешь пожить еще какой-то лишний год. Ребят, я вам скажу еще, что это не шутки. Скорее всего, вот такие вот прыжки с сахаром показывает глюкометр Самвел. Значение, вот когда они только начинали эту кетодиету, там же до 6 единиц упал у них сахар. И сейчас 16 и 17. Это разве нормально? Буду критиковать в этой ситуации конкретно Самвела. Почему? Объясню, все очень просто, я думаю, здесь вы со мной согласитесь, потому что именно Самвел пробует, что-то экспериментирует с этой мамкой, то жиры мясо тазиком и просто закармливал ее жирным мясом. Теперь уже ничего нельзя, и то нельзя, и того нельзя, и все не так, и орет в машине, ты жрала, жрала, ты жрешь, жрешь. Не ты ли сам ей подсовывал вот этот сумасшедший объем мяса, жирного мяса? Не твои ли слова? Жирная мама, ешь жирная, ешь жирная. Тут хлеб ужас, берешь в руки, и все руки жирные. Девочки, я не буду углубляться в подробности, я не медик, и нет желания у меня разбираться с сахарным диабетом Васильевны, мне это нафиг не надо. Я бы давным-давно уже пошла к врачу, пусть бы врачи, да, поставила мать на учет, пусть бы врачи расписали или дали эту диету, езжешь каждый день на целую неделю. Что тебе можно съесть? Завтрак, обед, ужин, нужны тебе перекусы или нет? Ну там же безалаберные люди, которые просто экспериментируют на живом человеке. А мамашка вообще, я вижу, отрешенная сидит. А це мене можна? А че чевечку можна? А мене те можна? А че нельзя? А че можна? Боже мой, сколько лет человек болеет, нифига не знает, ребята. И не потому, что она дура. Нет. Я думаю, потому что она просто разленилась. Вот кружите меня, кружите. Няньку треба, кажется, вэлл. Треба няньку, согласна. А я сколько уже говорю? Года полтора-два? Найми человека. Хотя многие зрители со мной спорили, Анжела, ее никто не выдержит, у нее такой характер. Да была бы она как шелковая. Вон Марина почему-то справлялась с ней. Надо нанять человека, ребята. Если, конечно же, у Самвела есть желание серьезное продлить матери жизнь. Сама она не будет этого делать. Она не справляется. Человек бы что-то готовил правильную еду. Вовремя выдавал медикаменты, контролировал прием еды, медикаментов. Гуляла бы с ней женщина, допустим, на улице. Или бы выгоняла ее, пока сама бы здесь в квартире что-то убирала или готовила есть. Выгоняла бы на улицу, пусть бы Василий нашла немножко, погуляла часик-другой. Было бы по-другому. Ну а так, моему тешу моему. И бреши, и бреши, и бреши, и бреши. Простой салатик из зелени сделать и съесть она не может. Это для нее сложно и тяжело. Она не понимает. Я хочу сказать, действительно, Севка правду говорит, что эти зеленушки недешево стоят. И если тебе регулярно покупаются вот эти вот салатики, что ж ты не ешь. Ребята, вон она не хочет ест и траву. Вон она не хочет просто ест и траву. Оно все скнило и идет в мусорное ведро. Все на выброс. Вот так вот ценятся деньги. Когда они кровью и потом, да, не мозолями зарабатываются. Когда она не знает, эта шубочка, откуда что берется, ей по барабану. А яйца можно, а супик можно, а чечевычку. Какие нафиг вообще супики? О чем, ребята? Я сижу вот смотрю на них, на двоих, и думаю, о чем вы вообще говорите? О чем? Когда вот у Иры за столом она жрала хамоны, копченую колбасу просто горстями грибла и забрасывала в свое жерло. И Самвелка сидел, хихикал, ржал, так весело было. Ты же рядом находился, ты же присутствовал. Ты позволял ей это делать? А вот те куски мяса, которые Ира ей в тарелку ложила, я не знаю, то ли у них кето-диетой можно это мясо есть, то ли надо жрать одну траву и капусту, и нельзя много есть мяса. Ребят, там хрен поймешь, не разберешься, когда нет четко выработанных правил, когда они не придерживаются одного единственного правила. Нету. Сегодня так сказал, завтра Рэк Ричить уже по-другому говорит. Как есть? Что делать? Врачи. Вот я вам говорю, как у меня, ребят, я верю только в доказательную медицину. Вот не иначе. Тогда хоть какой-то толк есть. Ну, а что будет с Васильевной, девочки? Мы с вами будем все свидетелями этого. Не поедешь, мама, ни до якої Ири, не поедешь. Я буду к тебе только сидеть, только сидеть, я не буду ничего. Как это вона не поедет? Как вона не поедет? Она с ума сойдет? Да вы что? Чтобы пропустить поездку до Ирочки. Такого не может быть. Она ему мозг чайной ложечкой выскребит, девочки. Но она поедет обязательно. Ира и Диана сидели, вы все видели, да, с квадратными глазами, смотрели на бабусю, сколько она жрет. В каких количествах она поглощает пищу. Бокалом шампусика хыльнула, заполировала это все. Ребят, залпом, залпом выпить бокал шампанского. И ныжужу. И все хорошо. И все сидят и только наблюдают, почему вы не остановили свою мать, свою бабушку. Это родной человек. Если она ни черта не соображает, вы рядом. Почему вы не контролируете, что она делает, находясь за одним столом вместе с вами. Плевать, что ли, на все. Я не понимаю, честно вам говорю, вот такого отношения. Вот если моя мама не соображает, понятно, я рядышком. И все за нее делаю. То, что человек не понимает или не может. Так почему вы не делаете то же самое? И да, Самвел, я хочу сказать. Уж если ты взял на себя эту ношу опеком над родной матерью. Забота о родной матери. Ну, вот так вот случилось. Никому она не нужна. И ты сполна несешь этот сыновий долг и отдаешь его матери. Ну, так делай это тогда с умом. Ну, как-то серьезней. Благоразумней, что ли. Ну, шо ж все так спустя рукава и наодьевись. Ну, так нельзя. Это жизнь человека. Обговаривали ситуацию с сытниками. Шупечка выращала. Неправильно сделали, я извиняюсь. Что поехали на Новый год до сытников на Игрень. А Света нас положила на свою кровать. Он сколько комментариев написал, что это семейные ложи. И нельзя туда лягать спать. Там только семейная пара должна. Ну, вот причину бабуся вычислила. Ну, разумный цяшнаша. Не положили Надю с херямой в зале на диване спать. Потому что собаки, понятно, могут прыгнуть. А у Нади оперированная нога. Это опасно. Все верно. Соглашусь. Только, ребят, а с кого там спрашивать? С сытников? Мы с вами сколько раз говорили. Вот я не хочу их обижать. Да, хорошая семья. Да, у них все ладненько, чистенько, замечательно. Там нечего критиковать. Но вот они недалекие люди. И Коленьку своего, просто культ какой-то из этого Коленьки, понимаете, на пьедестал воздвигли. А нельзя было на Колину кровать огромную положить точно так же Надю с Васильевной. А Коленька один переночував би в зале на диванах. Нельзя этого было сделать. Ну, они ж не дотумкали. Там же ж розуму, як у гробца під колином. Понимаете? А ше ж не дай бог, даже если Света и подумала так сделать, кулясь и каш, боже упаси, тронуть якце, з його комнаты попросить в зале переночувать. Нет, девочки, все это не зря. Вот то, что мы с вами ведем такой канал с критикой, это не просто так. Это, ну, не на ровном месте. Я не высасываю информацию из пальца. Я говорю о том, что вижу на экране. Какая-то дикая несправедливость. Какие-то хабальные, невоспитанные люди. Какие-то недалекие, глупые абсолютно. Это Надя, господи, Надя, сколько можно? Сколько можно? Опять и снова мы слушаем эту шупечку. Ребята, собрала сумки Коли с этим мясом, с этими огурцами, яблоками. Передала через Колю Надю. Надя попросила, ты же продукты хочет сама приготовить в Колиной арендованной квартире. На шестое число на Різдво Христове. И уже приглашает. Приходьте, Самвелка. Прямо, я так думала, вона там на колитах стояла. Просто впала на колишки. Приходьте на Різдво, на вечерю. Я наготовлю и Артема святую пригласить. Приходьте, господи, Надя, шо у тебя в голове? Блин, всю жизнь человек прожил. Никакой мудрости, никакого понимания ситуации. Да неужели ты не видишь? Ну да ты уже не только зрителям. Ты всем поперек горла стоишь. Этот Самвел, он уже не знает, как от тебя отцепиться просто. Не знает. Мамка пытаясь, ты до Нади поедешь? Он психует, говорит, шо мне-то, Надя? Я дома не был целый день. Не жравши, не спавши, не отдыхавши. Бегом едь-то Надю нянчить, бо Наде скучно, видите ли? Ребят, это уже за гранью. Ну так нельзя. Можно критиковать, можно шутить, юморить, насмехаться, подкалывать. Но это все до поры до времени. Неужели взрослая женщина не понимает ситуации? Окей, тебе шестого там надо на консультацию к врачу. Ты сиди себе тихонечко в той квартире. Тебе предоставили все возможности. У тебя есть все условия. Сиди себе. Что-то приготовила сама себе, покушала. Походи себе по квартире. Там котик есть. Ну что делать? Развлекать тебя должны все приезжать. Ну приходь ты. Одни гульки, ребята. Одни гульки в голове. Вот я моложе. На 10 лет моложе. Да не хочется никаких гулек, никакого сборища. Да никто тебе не нужен. Надя, как ты жизнь прожила? Тики гульки, пульки, газ, квас. Ну по фотографиям вообще, которые она привозила Самвелу, демонстрировала нам. Вот там с мужем, своим, с друзьями. Одни гулянки и бухаловы. Вот такие хари, красни морды, жирни у всех. Иди кай жрать и бухать. Гуль ты бенела всю жизнь, я так понимаю. И до сих пор угомониться никак не может. Может надо как-то остепениться, остановиться. У тебя проблемы со здоровьем. Да почитай в телефоне какую-то в интернете диету. Да как-то придерживайся. Да как-то следи за собой. Які гулянки можуть бути в конце-то концу. Не надо мною маніпулировать. Все. Сказала шубечка. У меня своя голова на плечах есть. Більше я ее слушать не буду. А речь шла о том, что Надя сказала Васильевне, что якщо вы не поїдете на Игрень, на Новый год, то и я не поїду. А тепер сам Вэлка, говорит мамка. Вона кажа, шо такого не казала. Та шо ж я дурочка чи шо? Та казала, што чо ж не казала. Не надо мной манипулировать. Да манипуляторша, это ты, херяма, первая. Причем тут вообще Надя? Причем здесь Надя? Если бы ты не хотела ехать на Игрень и жрать на халяву там в Тригорла, ты бы не поехала. Ты бы сказала, Надя, хочешь езжай? А я тут при чем? Это твое дело. Ты накупила подарком на 10 тысяч и хочешь дарить на камеру? Коля тебя заберет, езжай. Я не поеду. Тем более, ребята, Зина, оказывается, ее приглашала. Ну, посидела бы вдвоем со старушкой. Тебе ближе как-то. Вот она через дорогу, эта Зина. Рядышком. Встретили бы, пришла бы домой или там у Зины заночевала. Зачем к людям лезть на голову? А я вам открою секрет. Один единственный. Другого нету, ребята. Нахера эта Зина, оцей херями. Ця херяма точно така самая, как и Надька. Вони два сапога пара. Ягоды с одного поля. Две оцей королевишны. Пожрать на халяву. Хильнуть гарненько. И рупор свой включить, чтобы ее слушали. По 28 кругу будет рассказывать, какой педичка болезненный, и сколько они готовили на Новый год еды. И вы хваляйся, сидите, вы хваляйся. Яка вона красавишна, велика, и какая в ней фигура. Это все. Мы уже ее изучили. Зачем ей Тазина? Больше никогда не поеду. И правильно люди написали. Больше не поеду. Ой, ребята, зарекалася свиня в желудивной ести. Я вам так скажу. Впереди у нас еще шестое, седьмое. Вспомните вы мои слова. Закончила свой обзор. До вечера. Пока.